всем привет дорогие мои друзья с вами снова виктор балет хотел бы сегодня обратить ваше внимание на мою статью которая называется вместе мы сильны на моей страничке вот здесь вверху можете нажать здесь очень интересная статья здесь речь идет о том как наши мечты сбывается или сбывается ли вообще то есть каждый из нас был когда-то маленьким и мечтал стать космонавтом или звездой рок-звездой и певицей и кем только мы не мечтали быть да но сбылись ли наши мечты об этом сегодня статья пожалуйста прочитайте дома спокойненько и вам это очень очень понравится я здесь описал свою жизнь может что-то полезного вы для себя найдете значит вместе мы сильные вы самое дорого на этой земле конечно это никто не будет оставлять что ваша жизнь она очень очень ценная и каждый из вас в детстве мечтал об очень много интересных вещей но что делать когда мечта умирает то есть мы видим жизнь проходит мечты не сбывается и мечта постепенно постепенно умирает сидеть и плакать или все же сделать еще одну попытку просто отказаться от нее и позволите умереть я расскажу вам как это произошло со мной в одно прекрасное утро я проснулся в германии и задумался о смысле смысле моей жизни чем я буду заниматься в этой стране каковы мои шансы найти хоть какую-то работу но я не находил ответа что делать как дальше жить и я начал вспоминать чтобы вы поняли суть дела давайте я расскажу вам всю предысторию с детства я мечтал быть свободным человеком как море без границ я знаю точно в котором в мире в каком я живу в мире в котором деньги играют очень важную роль и зарабатывать их было не так то просто я видел это на своих родителях и знакомых они миллионы других работали с утра и до ночи за гроши жили от получки до получки и не хватало это была и жизнь но я никогда не хотел так жить я мечтал о другой жизни где не нужно уделять так много времени зарабатыванию денег время шло все шло по плану как я мечтал с детства расскажу вам об этом по порядку сразу после школы я поступал в институт но не прошел затем я поступил в вечерний техникум а днем работал художником на фабрике с 1981 года я поступил в томпический политехнический институт и все время думал вот после учебы я стану инженером затем главным инженером затем шефом вот будет здорово я буду носить галстук выходить по управлению спрашиваться и подчиненным вы уже сделали свою работу нет почему давайте ребята давайте побыстрее и моя мечта стала сбываться с 1986 по 93 год я дорос до руководящих должностей в 1988 я работал главным инженером управления котельного хозяйства из цикульской области руководил примерно 250 сотрудниками имел свой личный кабинет своего личного водителя и хороший заработок скажу вам прямо работа у меня было много я только успевал ездить с одного участка на другое иногда мы проводили ремонтные работы до самого утра затем я работал в проектном институте потом управление туризма в один прекрасный день я понял что я работаю по 70 и иногда по 80 часов в неделю зафиксированную зарплату занимался всегда проблемами проблемными делами меня посылали в разные города и участки проводить ремонтные работы и руководить людьми я занимался практически всем и везде ты должен был разработать систему заказа запчастей рассчитать стоимость оборудования организовать организовать проведение ремонтных работ наладить все дела и все проконтролировать вот после этого меня отправляли в другое место представьте себе какая в этой ситуации может быть личная жизнь какие друзья да никаких друзей потому что люди просто перестают вам звонить так как вы все время на работе вы не ходите в кино вы не ходите ужинать рестораны вы вообще никуда не ходите люди перестают вам звонить и ваша работа становится вашей жизнью и вы не знаете я уверен что большинство людей в германии сегодня дела обстоят именно так мы потеряли баланс мы так торопимся зарабатывать деньги что забываем жить и наслаждаться жизнью мы забываем про свои мечты и так моей мечтой было стать начальником пока я не получил эту работу но тогда я подумал это сумасшествие я работаю за копейки если учесть то время которое я работаю это что я делаю я знаю что мне нужно мне нужен свой собственный бизнес вот моя мечта время пройдет быстро как говорил папка корчагин нужно прожить так жизнь до чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы это есть на самом деле великая мечта открыть свой бизнес управлять своим бизнесом я собирал деньги много работал я соблюдал все правила я делал все что нужно было делать и открыл свое дело стал торговать китайским товаром в киргизии казахстане в одном месте покупала в другом продавал все шло замечательно до того дня пока я не проснулся на территории германии в лагере как сегодняшние азелянты с двумя маленькими сыновьями на руках за у меня чемоданами и с пару марками в кармане и что дальше не знаю толком немецкого языка не имея немецкой профессии мой диплом атомщика после чернобыля для немцев никакого интереса уже не представлял а как насчет моей мечты моего признания моего жизненного опыта все пропало что делать если мечты больше нет но это мой личный случай сегодня я не хочу говорить о себе я хочу говорить о вас и о ваших мечтах я имею ввиду великие мечты мечти грандиозные смелые неограниченные мечты которые у вас были когда вам было 15 18 или 20 лет или когда вы ехали сюда в германию я часто вижу как люди перестают мечтать и мне кажется что всего сейчас мы живем именно так потому что перестали мечтать поговорить и с любым ребенком которому 15 лет они все поголовно уверены что у них будет крутая машина крутой дом крутая работа красивая жена они будут успешны они будут астронавтами футбольными звездами и рок-звездами и так далее в том же духе так ведь нет пределов для их мечтаний а что происходит на самом деле они получают образование им исполняется 22 года и они идут работать это не та работа и которой они мечтали но на данный момент это вполне сгодится потом они находят другую работу это тоже не то о чем они мечтали но на этой работе платят немного больше чем на предыдущий ну и что что она за 100 километров от дома зато там платят на пару сотен евро в месяц больше и ты соглашаешься на эту работу потом они встречают кого-то на своем пути и тут начинаются подарки маленькие дети подгузники и начинаешь уже задумываться о другой работе ну и и и вот неожиданно тебе уже 45 тебе 35 45 50 лет потом тебе 55 лет и ты забыл про все свои мечты именно об этом и и обращение к вам если вам сказали что вы должны искать кого-то кто поможет вам преуспеть в вашем бизнесе это не так вы должны найти того кто поможет вам вспомнить о вашей мечте время от времени мы должны заставлять себя вспоминать о наших мечтах я обращаюсь к вам я хочу чтобы вы задумались над вещами которые вы сделали купили или которыми бы вы занялись если бы деньги не были для вас проблемы я хочу чтобы вы действительно подумали об этом прошу подумайте вот возьмите и подумайте если бы у вас было бы достаточно денег вы бы ездили на той машине на которой вы ездите сейчас серьезно если бы все опиралось финансы кого бы сейчас на парковке ждала другая машина если бы их было бы достаточно у кого была бы сейчас другая крыша над головой кто из вас винил бы свой гардероб это мне кое о чем говорит это говорит о том что у вас действительно есть мечты и вы хотите их осуществить знаете большая часть мира да везде большая часть людей сегодня не задумывается об этом как это делаем мы сегодня тут с вами они сидят в своих креслах потягивают свою кока-колу и смотрят напролет в ящик по 6 часов в день и это их жизнь понедельник 6.30 утра звенит будильник они хлопают по клавише таймера и думают ну хоть еще 15 минуточек посплю проходит еще 15 минут звенит будильник опять хлопок по клавише таймера потом еще 10 минут валяются с постели потом вскакивают быстро чистят зубы идут душ завтракают на ходу прыгают в машину приезжают на работу 85 процентов из них не любят и даже ненавидят ту работу на которой они в такой спешке прибегают в понедельник итак работа до 17 или 18 часов потом поездка домой жуткий трафик они заезжают куда-нибудь поужинать или набивают сумки чтобы дома покормить детей приезжают домой садятся перед ящиком и сидят перед ним в полнейшей прострации пока не начнут засыпать и потом с трудом идут в кровать вторник 6.30 утра все начинается сначала среда, середина недели, четверг еще чуть-чуть звонок будильника ну наконец-то вот и конец месяца время получения зарплаты вы же знаете что такое зарплата когда ваш начальник говорит эй ребятки, ребятки ко мне у меня для вас есть маленький конвертик с зарплатой и когда вы получаете этот конвертик вам на одно единственное мгновение кажется что это ваши деньги но мы же знаем, что это не так мы знаем, что ваши деньги уже давно ждут разные компании мы знаем, что ваши деньги были потрачены давно до того, как вы их получили но в то короткое мгновение вам кажется, что эти деньги принадлежат вам я не знаю, что вы делаете у себя дома но я знаю, что делают люди во многих странах они идут в пиццерию или китайский ресторан или в макдональдс и после пиццы с ветчиной, с двойной порцией сыра и двойной порцией мяса и обязательно и кока-колы они садятся дома за телевизором и просиживают так все выходные и они проводят все выходные сидя в одной и той же комнате поглощая одни и те же закуски и напитки и смотрят фильм за фильмом или ужасные новости или шоу за шоу и вот опять понедельник 6.30 утра все начинается сначала так живут очень многие люди на самом деле так живут миллионы людей они выпали из реальной жизни они потеряли радость в жизни мы приехали в Германию не для того, чтобы просто существовать мы приехали сюда, чтобы жить достойно и многие из нас хотят заняться своим делом сетевой маркетинг предлагает вам неограниченные возможности и я помогу вам а вы поможете другим людям вы сами будете выбирать себе часы работы вы сами будете выбирать себе людей с которыми вы хотите работать разве это не здорово? вы сами будете выбирать себе людей с которыми вы хотите работать итак в следующем виде я вам расскажу как многие из нас хотят заняться своим делом и в этом помогает нам сетевой маркетинг пожалуйста переходите к следующему видео не прощаюсь вами виктор болит пока пока увидимся в следующем видео